Всем привет на канале Тимур11ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку «Гарри Поттера. Философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали седьмую часть главы, которая называется «Косой переулок». Сегодня насчет восьмая часть этой главы. Ну что, поехали? Прежде чем Гарри успел ответить, в разговор вмешалась мадам Малкин. Все готово, произнесла она. Нельзя сказать, чтобы Гарри был тем, что у него появится повод закончить разговор, и он поспешно спрыгнул со скамеечки. Что ж, встретимся в школе, бросил ему вслед мальчик. Гарри молча ел купленное Хагридом мороженое, ванильное, шоколадное, с колотыми орешками. Мороженое было настолько вкусным, что есть одновременно, разговаривать было бы слишком. Но Хагрид заметил, что Гарри какой-то притихший и грустный. «Чё это случилось?» – спросил он. «Всё в порядке», – соврал Гарри. Они сошли в магазинчик, чтобы купить пергамент и перья. Гарри немного развеселился, купил флакончик чернил, которые меняли цвет в процессе письма. «Хагрид, а что такое квиддич?» – спросил он, когда они вышли из магазина. «Чё это мне подери, Гарри? Разве можно не знать, что такое квиддич?» «Извини, всё время забыла, что ты почти ничего не знаешь». «Перестань, мне так плохо, мрачный сказал Гарри. Я рискал Хагрид о том, что произошёл в магазине одежды. Ещё он сказал, что детей из семьи маглов не следует принимать в школу. «Но ты же не из маглов», – горячо возразил Хагрид. «Ты знаешь, это мальчишка, кто ты есть. Он твоё имя с детства знает, если он из наших. Ты же видел, как тебя встречали в дырявом котле?» «И вообще ничего он в этом не понимает, да?» «Ты мне поверишь, среди лучших маглов такие есть, которые от маглов родились и с ними жили?» «Да вот хоть маму твою возьми, сестру её?» «Ты мне так не ответил, что такое квиддич?» «Это наш спорт, спорт волшебников. Что-то вроде футбола у маглов. Все играют в квиддич и болельщиков кучи. В него в воздухе играют на мёдлах, и там четыре мяча. Ну, сложно это, в общем, тебе всё объяснить право и всё такое. «А что такое Слизерин и Пуффиндуй?» «Школьный факультет. Их четыре всего. Про Пуффиндуй говорят, что там самые тупицы учатся, но...» «Готов спорить, что упадал в Пуффиндуй мрачно», – заметил Хагрид. «Лучше в Пуффиндуй, чем в Слизерин?» «Ещё более мрачно», – ответил Хагрид. «Все те, кто потом плохими стали, они все из Слизерина были. Ты знаешь, кто тоже оттуда?» «Хагрид, извини, ты знаешь, кто учился в Слизерин?» «Много-много лет назад», – видел Хагрид. «После этого они зашли за учебниками в магазин под названием «Флорище Блотс», где было столько книг, сколько я ни разу в жизни не видел. Они стояли на полках, занимая всё пространство магазина, от пола до потолка. Там были гигантские фолианты в кожаных переплётах, каждый весом с огромный булыжник. Там были книги размером с почтовую марку и книги в шёлковых обложках. Там были книги, испещрённые непонятными символами и книги, в которых были только пустые страницы. Эти книги не оставили бы равнодушным даже Датли, которая никогда ничего не читала. Хагриду пришлось буквально силой оттаскивать Гаррию от учебника профессора Виндиктуса Веридиана. «Как насылать проклятие и защититься, чтобы проклятие насылали на вас? Очаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов». «Самый современный способ взять реванш» «Аусил заголовок книги» «Выпадение волос», «Ватные ноги», «Не мотай», «Многое-многое другое». «Я пытался узнать, как насылать проклятное на Датли», — объяснил Гарри. «Не скажу, что идея плоха, но ты пойми, нельзя пользоваться магией в мире магов». «Хотя, если по правде, иногда можно, но по ситуации зависит». Хагрид погибал, показывая, что с пониманием относится к тому, что сказал Гарри, ведь это именно из-за Хагрида у Датли вырос поросячий хвост, но ты всё равно так не сможешь, пока этому не сразу учат. Тебе сначала многое другое надо будет узнать. Ну вот и всё. Мы прочитали восьмую часть главы, которая называется «Косой перелок». В следующей серии нас ждёт девятая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тима-11 ТВ. Всем пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok